Я посмотрел видео Руслана Колобухова, где он там на 4 киловатт показывает, так у него идет сигнал по экранированному проводу, поэтому я тоже вот. У него тут на платке драйвер, вместе драйвер на таких вот транзисторах примерно сделал, а как вот тут. Только у меня вот тут 1 Ом, а тут нет ничего, но это не важно, тут еще 1 кило между базой и минусом, и тут 1 кило. Но это не судило, будет работать и так, и так. Ну я не такой богатый как Руслан, поэтому я чтоб сэкономить, а не драйвер поставил его на токе в транзисторах. А тут уже по одному Ому идет затвор полевиков, потом вот по такому как все, как бы кабель. Тут я такой нашел от своих, где много проводов всяких, у меня там валяется. Они валяются и есть от всяких. Я разбирал всякие телевизоры, мониторы и там всяких вот проводов. Вот одна жила как бы заэкранирована, вот таким минусом, как бы как сиольный камель, только он многожильный. Ну тут не знаю сколько он, но он просто заэкранирован, поэтому не будут наводиться на наводки всяких. А тут вот на концах он термоусадкой вроде заложен. Но только если он длинный первый отрезал, потом чтоб уже и второй был такой похожий, чтоб они сильно не различались, пришлось второй такой отрезать. Но это может в какой-то мере хорошо, что можно будет по-разному отодвигать транзисторы от этого генератора. Еще заметил у него еще полевики, вот на пушпуля тоже через прокладки лежат, то есть от радиаторов. Это нехорошо, что будут больше прогреваться как бы сами полевики, но зато может меньше как-то наводок будет ловиться. И вообще радиаторы лучше было бы заземлить тогда тоже, но я не заметил, что у него заземлены радиаторы. То есть у Tesla у него транзистор тоже через прокладку. Вот припаял второй конец. У него как бы там выглядит все просто, но вот эти мелочи какие-то или может вот радиаторы что у него там не заземлены или что-то. Или там дротель вроде бы какой-то еще виден. Может вот тут на средней точке он как-то там резонирует. Что-то там или Нателк он начинает наводки на водителя. Или вообще его там резонанс как-то на горшок влияет. Потом все это как-то получается. Ну что-то там какие-то мелочи, из которых кажется что мелочи, но не могут играть решающую роль. И без них прибавка не получится. Вот теперь я сделаю по-людски, как говорится. Вот этот весь балаган уберу. Вот тут у меня штаны на весь вот эти все висит. Вот тут и схема, и из пушкула. Вот Руслана, который Олег ему поел и делал. То есть вот у него одином идет с драйвера прямо. У меня одином идет. Вообще-то вот этот не нужен, я не понимаю. Зачем тут Олег это сделал? Транзистору хватает 7 вольт, чтобы включиться. Чтоб открылся и закрылся. Поэтому даже если аккумулятор просядет до 7 вольт, он все равно будет, можно сказать, нормально работать. Поэтому вот эта часть, она тут вообще ни при чем. Она не нужна. Вот тут вот эта тазга идет, вот, питание через какие-то. А на драйверы уже 15 вольт. Тут 12 вольт, а так уже под шею для транзистора на затворе тут еще 15 вольт. Вот, обвязки транзисторов нет, там тоже может эти снаберы как-то там влияют. Там у него вроде бы еще какой-то диод между минусами и истоком. Между истоком и истоком. Он может тоже какой-то там лавинный процесс происходит, что-то может там влияет. Хотя вряд ли, потому что вроде бы на него, там где, на старых его установках, где 2 киловатта там качают. Там у него вроде бы просто ларисторы-то стояли, и больше никаких снаберов там не было. У него на качере все работало. А так там все из него объяснений и из того вот даже схемы есть. И там он много объяснял и на видео, и на конференции. Там все понятно, как все подключается. Индуктор 3 слоя подключается на резонанс конденсаторы, там где-то на 14 килогерц. Потом еще там по 150 нанофарад последовательно конденсаторы параллельно к шестифилярной обмотке включены. И все они настроены на 14 килогерц. Там просто подобрать этот резонанс конденсатор емкость неизвестно, но это можно легко подобрать для 14 килогерц, чтобы был резонанс. И все понятно, как что подключается. Схема пачкогена тоже есть. Это лего. Там тоже понятно, как там все работает. Как он эти пачки посылает. Потом идет диодный мост. На тоненьких проводках он мог бы оттолщить проводки еще больше бы получить. В общем, думаю, это диодный мост ни при чем. Ну вот, вот этого дросселя там. Вот какой-то там дроссель виден. Между плюсами и входом плюсом. Вот так стоит. Там еще конденсатор 10 нанофарад, как он там любит ставить. Вот это может решающую роль играть. Или вот эта вся экранировка. Вот как тут подводятся вот эти. Ну и там сама микросхема. Там много всяких этих мелочей могут играть решающую роль. Вот наводки там. Длина проводов вот эти. Как там на ТЭЛ наведется, какие-то наводки, она как там начнет ненормально работать. Вот я как уже показывал. Может не все уловили. От чего вот эти рыбки появляются. Я там на силографику показывал. Не очень хорошо заснялась. Может не все понял. Вот ТЭЛ работает вот так вот. А так постоянно работает прямоугольник. Но когда получается наводка на ТЭЛ, там либо от ТЭСЛ, либо от самого горшка, тогда вот так прямоугольник идет. И потом второй прямоугольник. Тоже вот так идет. И они так вместе появляются. И от этого как бы одно плечо и второе плечо. Как бы они сразу вместе на одном плече. нет. Нету как бы паузы такой длительной. И вот такой вот косяк появляется. И вот из-за этого сразу он сбивает весь резонанс. И поэтому такие рыбки появляются. Может вот это тоже у Руслана то есть. Хотя мне кажется что-то ни при чем это. Там вообще никак не должно влиять. Потому что у него вроде бы везде чистый синус. нет никаких вот таких рыбок. Там что-то такое несущественное. Как бы казалось бы влияет. Где-то что-то провод может подлиннее покороче. Что-то вот это все влияет. А то что он там объяснял там всякие кратности. Что нужно одно к стом там соединить. Там все сделать там не на соплях. Там все что там объяснял. Что нужно один к двадцать там индуктор длина. Там тут один к двум там или к четырем. Это все я думаю не существенно. Это все никакого отношения не имеет к этому эффекта. Поэтому не удается повторить мне. И там эти пачки они тоже там скорее всего там не особо относятся к этому. К этой установке. Там хоть без пачек. Хоть с пачками все равно должно получиться. Только может с пачками там немножко экономичнее можно сделать. не тратим время в то время когда не нужно ее. Ну там уже может они когда затухают у них там разная немножко частота. Потому что размагнивание разное. Может это меняется частота и тоже может как-то легче попасть. И можно стабильнее держать частоту. Может там у него вообще какая-то земля там. другая как-то совсем землей по-другому резонирует. Хотя вроде бы он в лес возил и в лесу у него все работает. Ну вот чтобы он в лесу попробовал например взял бы эту установку и один метр к тому колышку бы взял из земли. Так что как есть мнение что там блуждающие итоги что-то нужно возле городов. Тогда каким образом у него в лесу там работал. Там уже далеко от всех городов. Поэтому я думаю что там нет этого. Ни одного городов нет блуждающих токов это работает. Просто там где гуско проверял. И у него там возле воды не хорошо работал. Ну так конечно то будет не хорошо возле воды работать. Воду бросить там же. Воды сопротивление большое если она не сырая. И Руслан там три метра забил этот кола. А этот гуско там может пятьдесят сантиметров забил. Конечно поэтому у него вероятно и хуже. Вот теперь надо тут поставить. Ну ладно. Не буду рассказывать. Надо тут поставить прокладку. Только откуда взять такую большую прокладку. В общем это дополнительный нагрев на транзисторы пойдёт. Так они меньше греются как-то. Прямо прикручены. Тем более у меня не такие мощные как у Руслана. Тут освещение хорошее сделано. Если скважинность играет роль, так у меня нельзя регулировать скважинность. Так это не хорошо. Может она там при определённой скважинности как-то по кратности бьёт. Вот подключил, чтобы проверить или всё хорошо работает. Вот снимаю с одного канала с телограмма. Вот как видно фронты крутые. Всё нормально. Может на транзисторе не такие будут крутые. Н dude здесь鬼. Gef блин то там он. И даже poor» Татьянушим с ним. На путь автомобиля. Внутри машина. Ничь от нее Ночью помогла Аfront всех кружицам смыле. Внутри машинаissenschaft. Татьянушим самые хорошие. Дымит. Резистор вроде надымит. Тут вероятно коротнуло и всё. Сгорело. Транзистор сгорел. Продолжение следует... 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 если бы понять в чем тут суть можно очень по-быстрому все собрать просто убедить что работает так как непонятно в чем суть приходится как бы аккуратно собирать вдруг туда действительно как-то эти вот крокодилчики будут ловить наводки от антенны больше и там как раз не хватит от их капли наводок будет перебор и не заработает частоту показатель пушку силу графу включить который частот указывает вот этот указ будет вот это на токовом колечке резистор 10 ом в 1692 немножко неправильно вот так 1638 вот по просьбе трудоустройства здесь стихся убрал и лишние детали со стола тут осциллограф к токовому колечку тут обмотка не используется тут качерный филляр экранированный пушку два транзистора и раз 640 с наберными цепочками немножко их резисторы отличаются тут кажется 4 ом а тут 10 или 9 ом вот питание накрою чтоб не смущало их его безобразный вид ну что теперь тут некрасивого может быть вот клемма минуса не нужен клемма минуса клемма плюса качера питания плюсы и вот этот плюс идет на питание это на резистор там подстроечный резистор 10 кило тут один кило между базы минусы только пока еще надо лидерат радиатор заземлить но пока его не буду заземлять еще провод заземление тут еще не подцепил но это потом 25 метров тут скручен в катушку пока салаграф ничего не показывает думаю качер обмотки могут неправильно быть подключенными поэтому может не заработать я еще не включал поэтому вот работает пушку а качер качер работает значит полярность правильная подключил качер он слабенький потому что один два три четыре пять пять витков вот я предназначил чтобы тут подключать скачеры чтобы было не 5 и 3 витка и он чтобы сильнее работал там 16 38 и 5 там показать 16 38 и 6 должно быть кажется частота квадрата в отоплении вот общее 2 ампера и 26 вольт лампа 116 ватт валоги на можно подвести частоту качер мерить 1721 1720 с 1 мегагерти всем потом еще заземлить можно этот радиатор он совсем не кусается потому что это вот гранирован от коллектора то есть отделен от прокладки вот руслан говорит что нужно заземление пол длины пол длины качер то есть пол длины тесла или по то есть или длину тесла и пол длины шестифиляра в общем а у него самого шестифиляр 40 метров а заземление говорил помню 28 кажется метр у него самого земляния не пол длины другим советует пол длины это вот длина заземления на я думаю совсем она тут нет не такая критична на нее такой сильный акцент не надо делать вот подключил заземление там буду скручиваясь раскручивать генератор нет никаких наводок по скрипывания других показать потому что хорошо загранирован даже не на на такой нестабильной схеме как 74014 7494 14 тут нужно вот частоту менять так подвину индуктор будет вот такая частота 1643 теперь подвину назад 1777 употребление 2 запятая 1 ампер если я включу другую лампу например там помню менее мощно то потребление она сильно ярче не загорится потому что тут скважинность мало и она качает так меньше индуктор греется а а а а 53 ватт лампу вкрутил она все равно не горит на весь накал а при туда вот несколько выросла на токовом колечке 16 38 5 больше резонанс разгоняется больше индуктор будет греться я думаю что когда появится прибавка то должна например хоть скрутишь 500 ватт лампу она там допустим будет гореть на 30 вольт когда прибавка появится то она примерно будет гореть вот как это ламп на каких 70 вольт то есть это должно намного ярче загореться когда появится прибавка вот 1770 так 1710 ну и потом еще на три витка можно 1668 вот это может лежать чистоту показывать вот вот 1670 вот 1670 вот я дальше отошел то я прихожу и я понижаю понижаю частоту и емкость создаю антене дополнительную вот руку привожу 1635 ввожу 170 вверх вверх час вверх ну и нет а конденсаторы сглаживающие если вот был бы этот не закройнирован нам тут скрипеть могло все вы тут когда плюсами минус ставить тогда меньше скрипеть конденсатор между этим минусом и вот тут между этим плюс и вот тут и тут между минусом сама почти но минус идет отсюда отсюда входит в этот транзистор и потом в этот транзистор транзистор комнатной температуры вообще комнатной температуры не чувствуем не все что не нагрелись так и снайберы снайберы тоже что-то не особо чувствую может немножко теплым вот это вроде бы теплее вот это заземление идет на верхний конец шестифиляра но руслана еще заземлен индуктор смотрел в первых видео вот тут как-то горячо грелся видимо тут контакт какой-то ненадежно тут вот теплым феррит нет холода комнатной температуры какие-то видимо потери происходит он греется тепло да и вообще весь индуктор все теплый становится уже теплый вообще-то вроде бы верхний конец идет на конденсатор у меня нижний конец индуктор идет на конденсатор так 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 Смотрю ли колется радиатор, транзистор. Если тут есть отчеток, то он тогда начинает колоться. Так как они через набер уходят, все в минус, потом может и не колется. А вот тут колется. Если так слабо-слабо прикасаться, то начинает... Так жарить. Вот, заминусовал радиатор. Вот провод белый идёт. Смотрим радиатор на минус. Отпотребление. Вот 1,66. Частота. 1,669. Ничего нет. Все, чтобы выяснить, или тут... Нужно качер настраивать на частоту съёмной катушки, или на частоту индуктора. Нужно просто, чтобы согласовать кратность частот с пуш-пулами. Не важно, какой частоты эта съёмная, какая её частота, и какая индуктор. На это вообще никак не нужно смотреть, а просто какие-то кратности соблюсти нужно. Вот и индуктор двигателя. И сюда немножко ярко сменяется. Все несущественно. Вот я переключил теперь нижний начал. Сначала индуктор идёт тут, на вот эти три витка, один конец, и на землю. На минус, на землю. Второй верхний конец, 9 с чем-то метров. Индуктор идёт, вот на резонансную пачку конденсаторов. И на другой конец трёх витков. Эти нигде не используются. И шестифиляра, начало идёт тоже на землю, на лампу. И второй конец шестифиляра, последнего слоя, идёт на лампу. Отпотребление. Частота... 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 Нужно... Давай на эту частоту попробуем настроить не качер. а теперь она как-то не хочет повышаться то есть понижаться а понижаться надо нужно наоборот в эту сторону вот 18 38 там 18 38 6 то есть 15 раз 2 на 2 на 2 на 2 на 2 15 раз так умножить то есть и читай 14 получится вот такая частота вот тут 16 теперь 38 теперь нужно еще немножко понизить нужно например какой-нибудь металлический предмет взят его приближать к контине так положить ой что-то тут нацепился конденсатор 1639 чтоб еще более точно построить тут уже не видно там прибор не показывать не должно 386 быть на всякий случай кулятора у меня теперь нет в телефоне посчитает точно такая частота то потом ошибусь лучше проверить сатки потому что у вас поместится рано будут смơnizar 9 на 2 2 умножить на 2 мы умножить на 2 умножить на 2 умножить на 2 умножить им 아 2х Ножить на 2, ножить на 2, ножить на 2, вот, 16, 384, а я говорил 386, значит я неправильно говорю. Резонатора такая частота, вот, его такая частота 32 кГц и 768 Гц, а поделить на 2 это будет частота пошпула, потому что он двухплечевой и одно плечо используется для одного такта, а для другого, и он на 2 раза ниже получается. Чем подается от генератора. И вот 16, 38, 4, у меня показывает стиллограф 16, 38, 5, значит нужно получить 16, 38, 4, вот у меня теперь 16, 38, а вот еще чтоб 4 было, это можно рукой подвигать, на самом деле вот 37, я отодвигаю и там будет 4, просто там уже не показывает, 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 вот, 1637 кГц, вот теперь 1638, значит нужно немножко повысить, немножко индуктор назад оттянуть, вот показывает 1642, теперь немножко руку буду приближать, 1641, 40, 39, 38, 37, вот тут немножко нужно понизить, приближать, приближать, вот 1641, теперь попробуй деревяшкой какой-нибудь, вот этим поролоном, пенопластом, вот эту железяку приближать, давайте чтоб совпало, а теперь 1641 на камере, надеюсь видно, я буду приближать ту железяку, 1640, 1640, 1640, 1639, 1641, 1641, от 38 непонятно какая еще цифра перед ним не факт что этот прибор тоже очень четко показывает может он немножко тоже ошибается от 1637 вот 39 сделаешь тут нужно было не перескочить тут рубеж и рукой можно было бы это вот попасть вот так приближаю руку попасть на 1639 запятая 4 38 когда был допустим теперь 1638 9 теперь я приближаю 388 387 386 384 и 5 384 я теперь уже 37 значит вот тут где-то вот так я как бы руку вожу и должно попасть там куда надо а ничего не происходит никаких салипаний ничего может нужно было бы скважинность поменять по школам он совсем не греется снобера немножко тёплый это очень слабый может потому что я вот так управление сделал без никаких таких вот таких длинных соединений все с экраном поэтому может теперь меньше греется раньше вроде бы больше грелся если не ошибаюсь что ошибаюсь потому что может в резонансе в резонансе но сам особо меньше греется напряжение питания посмотрим 26 это 51 вольт вот еще чистоту можно на этом колечке вот прибором от померить 16 запятая 37 должно тридцать восемь будет ну либо может там какие-то ёмкости дополнительные создались резонатор начинает нам немножко ниже частоте рамот и вот я рукой дойду до 37 до 36 тогда вот кратно соблю но ничего не произошло что в чем-то дело непонятно жаль что не нельзя скважинность может делать скважинность вот еще можно 10 нанофарад добавлю к этим все ты все пачки конденсатор немножко ярче собирается ничего не происходит просто немножко ближе к резонансу но вот и так хороший резонанс пробуем немножко то есть на на среднюю точку поставить что сильнее качер был вот я качер отключу теперь он работает пока это плюс только этот отключил на его потушить вот потушил немножко скачером ярче горит вот потребление немножко вырастает скачер поцепил качер ну вот этот резистор 10 кг он еще можно подрегулировать ничего не меняет качер транзистора такой теплый достаточно если поставить сиро в 640 он будет меньше грелся потому что полевых транзисторов меньше потери они как бы либо открыты либо открыты если база заряжается где-то до трех допустим вольт он все открывается и потом что его там база заряжает он все равно уже постоянно бывает открыт и потом у него так более резко все разряжается в транзистор нужен побольше ток чтоб его за что базу запитать катушка естественно не будет теплой потому что слабый очень качер вот я подключил на среднюю точку тут мы это лишние витки остались теперь только три витка теперь должен сильнее качер работать а уже вроде бы не чувствуется что больше потребления так вот вот смотрите теперь он сильнее работает Все равно не так уж сильно, как транзистор будет еще сильнее греться, он горячий уже. Субтитры сделал DimaTorzok Вид вроде бы немножко теплый. Теплый. Субтитры сделал DimaTorzok Тогда качер как бы ничего не влияет, хоть сколько-то мощи, чем его вкачивать. Отключу его минус, чтобы посмотреть или влияние качер на яркость. Немножко есть, даже когда индуктор за землей. Вот этот индуктор. Он вообще уже горячий. Он не такой горячий, чтобы руку нельзя было удержать. Но чувствуется, что очень теплый. Немножко прибавка есть от качера. Когда ввожу индуктор вот сюда, когда увожу его с катушки только притухает. Вот так особо нет никакой прибавки. Немножко прошивать начинает. Там особо ничего нет. К транзистам горячий, но он, как горячий, лучше работа и уменьше сопротивление. Вот когда прибавил нагрузку, то уже влияние почти нет катера. От катера включаю, что выключаю, очень слабое влияние катера при большей нагрузке. Там 53 ватт лампы и 116 ватт. Какой-то такой очень высокий писк появился, ферит, может быть на 16 кГц как раз. Вот ферит за свая, чтоб любую частоту получить. Никакого влияния нет, а полностью засуну. Частота какая будет 661 Гц, то есть килогерц. Как-то качер слабо начинает работать. Вот 980 кГц, 1386, тут сильнее. 1715. Тут уже нужно опустить триггер, а то он уже начинает синхронизацию терять. Т. 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 Вот я прикрутил изолентой, чтобы этот не двигался. Теперь можно легче двигая, какую угодно частоту настроить. Вот 1565. Теперь это двину. 1667. Счёты двину. 1727. 1740. Вот частота. 1710. 1682. 1633. 3618. 1603. 1575. 1624. 1770. 1818. 1717. 1617. 1718. 1817. 1623. Применил дроссель. 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 Феррит вроде бы сильно греется. Горячий. Может какой-то у него есть с меньшей проницаемостью высокочастотный эфирин. Вроде бы другие осечники и они не используют этого феррита. У них все нормально работает. Вот если поставить после дросселя один микрофарад, так уже его емкости хватит, чтобы погасить эти пульсации дроссель и уже все нормально будет работать. То есть это индуктивность. Вот поставил. Теперь один микрофарад. Конденсатор между средней точкой, после дросселя и минусом. Вот этим уже. Включу. А теперь уже и лампы загорелись. Как будто его и нет. Этого дросселя уже хватает. Ой, дроссель пока очень горячий. Вот это предыдущего раза видимо нагрелся. Может еще немножко не хватает, он все равно будет греться. Вот этот феррит дросселя. И тут транзистор горячий. Вот что-то притухли лампы. Что случилось не знаю. Может дроссель очень горячий. А может конденсатор неконтачен. Не контактен. Так. 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 перегорел. Сейчас без скачера еще попробую. Мы загорелись. Скачером горят. О, опять потухли. Что-то такое случилось. Может конденсатор нагревается. А теперь попробую вообще без скачера. Или дроссель нагревается на него. А наоборот, когда нагревается, проницаемость должна другая остановиться. Так. Наводки на генератор достает. Такая непонятная причина в чем-то дело. Включаю. Вот горят нормально. Теперь после некоторое время сейчас должно выключиться. Теперь катер не работает. Погаснет. 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 Вот. Опять подпрыгнуло немножко. Вот. Что это значит? Подозреваю, что либо конденсатор как-то там перегревается, либо на генератор наводки наводится. Если на генератор, то это должно быть видно на осциллографии. Если я его подключу к одному из плечов. Традистр. Вот. Подключил. Теперь включаю. Вот. Погаснет. Я не успел посмотреть, что тут на затворе творится. Так. Включаю. Горет. Вот. 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 Такая стиллограмма. Погасла. Вроде бы ничего не изменилось. что это похоже с конденсатором сейчас советским видимо не держит только в больших 250 вольт начинает что-то сбой где-то давать похоже что конденсатор проблема на 250 вот вольт поставил на 400 видимо прогревался и так немножко теплый был все-таки там нагревается как-то закорачивается потом не работает а потом когда остывает потому остыл подождал долго он уже снова достаточно долго работает потом снова в конденсаторе проблему вот теперь из заменил теперь должно и мерил их емкость емкость одинаково но теперь все работает теперь уже таких фокусов не будет включая катер еле-еле ярче горит какая-то рыбки появились что может это не в конденсаторе чтобы он тут как-то не нагрелся вот что дроссель да он нагрелся горячего держать на наоборот когда его индуктивность увеличивается тогда то есть уменьшается когда он нагревается наоборот ярче еще бы нужно гореться непонятно что тут происходит теперь опять перед шипит то есть не шипит это слабенько пищит видимо нужно подключать параллельно дроссель у конденсатора смотреть что там происходит либо параллельно конденсатор может подключить что там происходит но тут такие импульсы пусть теперь все остынет дроссель остынет тогда включу мне кажется они будут меньше как бы похоже что когда нагревается дроссель выпроницаемость повышается как-то и он начинает потому слабее работать можно тогда нет странно вот нужно будет поставить вот этот има конденсатор 2 микрофарада 400 вольт он тут мк 10 вроде бы высокоамперный поэтому он уже не точно не должен там как-то нагреваться и закорачивать что-то но мне кажется это дело не в конденсаторе но можно проверить вот это случился горелось и погасло ну пусть дроссель остынет посмотрю когда у нас наверно дроссель уже вроде бы остыл более-менее нужно включить и быстро смотреть на стеллограф вот лампы нормально горят теперь он начинает подпрыгивать рыбки появляться такой песк пипи 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 немножко амплитуда упала всего лишь лампы уже не горят ярко что странно что то такое происходит дроссель уже горячий как обычно вот подключить параллельно самому дроссель что там происходит вот уже лампы слабо горят дроссель более-менее остыл теперь посмотрим вот все вроде бы работает он начинает уже пищать как-то вот какими-то все избивается что похоже проблема в дроссель только странно почему-то нагрев его индуктивность растет а не падает тогда заменю вот на этот конденсатор 2,2 нонофарад он уже точно не должен прогреваться менять свою индуктивность вот подключил его теперь включаю вот загорелась ярко такая салограмма пока все нормально дроссель вроде бы опять нагревается во-первых он уже теперь все горячо и очень горячо он ничего не уходит это салограмма на дроссель так может нагреться что потерять свои свойства ферритовые правда при двух микрофонородах он меньше будет нагреться поэтому вот он вроде бы как-то уже слабее не такой может быть горячим уже ничего не происходит может быть тогда и за конденсаторы чтобы был бы один микрофарад тоже бы такой мощный мощный а было бы можно посмотреть а что-то меняется ну посмотрим транзистор холодный дроссель горячий но теперь не должен так сильно нагреться как тот раз потому что уже более сглажено меньше пульсации вот ток push-pull 1,2 ампера вроде бы ничего не происходит наверное не будет ничего происходить вот все-таки какие-то рыбки вроде бы видны может это как-то дроссель и резонирует с этим конденсаторами они создают резонанс определенный он как бы бьется с этим резонансом такие рыбки появляются ну или этот стиллограф может их на самом деле и нет вот на аналоговом на аналоговом вроде бы их нет ничего такого особого вот какие-то легкие такие биения есть но они очень слабые а ноты нужно на съеме смотреть а не на дроссель он вообще-то как-то уже и не греется ну видимо один микрофарад то есть два микрофарада не подходит нужно один микрофарад вот посмотрю тут есть эти рыбки на токовом колечке тут вроде бы нет ничего что-то может и видно но очень слабо все так вот 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 отключаются теперь клатчер подключен Слабенькая, еле заметна, прибавка по свечению есть. Вот так еще не особо. Нагрузки до лампочки. Слабенькая, еле заметна, прибавка по свечению есть. Я еще добавил один виток, всего 1, 2, 3, 4, 5 витков идет на индуктор. Уже появилось шипение горшка. Генератор заэкранирован, может все равно как-то достает что-то. Не знаю, может это уже не генератор прерывается как-то этот дроссель, но скорее генератор. Вот. Вот. Слабенькая. Или вот тут. Генератор заэкранирован. Генератор заэкранирован. Генератор заэкранирован. Дрон. Может, это что-то дроссель, есть, шипит. А качер включаю. появляются рыбки. Отключаю уже их, как бы и нет. Когда отключаю, вообще вон лампы притухают. Включаю, загорается. Наверное опять этот эффект за тем дросселем появился. Ой, горячий. Видимо, когда дроссель нагревается и его индуктивность вырастает, то феррита и он начинает на плиту допадать. Значит, как по-другому объяснить, я не знаю. Хотя такого не должно быть. Ну, включая и качер, появляются рыбки. О, теперь пропали. Уже и качер не влияет. У меня теперь качеры отмотаны с заземления, что он почти не работает. Вот так специально вот намотан. На этой длине он как бы не работает. Качер нужно либо подмотать, либо отмотать. Да, он развелся, посильнее. Но все равно еще очень слаб. Но никаких искриков нет. Вот, без качера, без качера, без качера 0,6, 0,7 ампера, с качером 2,1 ампера. Ритм горячий, горячий. Так что, видимо, это связано не с конденсатором, а с ферритом. Теперь он больше начинает, потому что такой большой конденсатор, верится, чтобы он не мог бы выдержать. Как-то феррит нагревается, и он как-то взаимовоздействует. Начинает притухать лампой. Начинает потребление падать. Теперь некогда, если подождать, остынет он. Он должен опять уже нормально работать. Какой он горячий. Попробую обдувать этот феррит, чтобы он не отогрелся. Так, колечка ферритовая. Вот теперь катер не включен, вот его минус. Вот опять шпит. Ну тут включу катер. С катером в общем. Вот шипит там что-то. Горшок вроде бы шипит. Начинает вот теперь пищать. В общем. Я снял еще экран вот на минус, но он как бы ничего особо не меняет. Минус на экран. Вот подцепил минус на экран. Что-то лучше было к этому минусу подцепить. Вот теперь уже нет этого шпения, когда подцепил. Вот отцеплю. Вот шпит. А все накронирует. Вот уже нет. А все накронирует. Вот. 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 что феррит охлаждается видимо. он не входит в тот режим, что потом начинает слабо качать. Если вентилятор уберут, то феррит перегреется и начнет слабо качать. Сейчас колечко должно нагреться. Оно так охлаждалось. Оно так охлаждалось. Оно так хорошее. Оно так хорошее. А? Может, что экран есть, поэтому как-то не так всё происходит. Вообще, минус не там, мне несколько подцеплён. Тут я минус продлил, поэтому нужно было бы вот тут подцепить. Когда лучший экран получится. Натрагиваюсь. Вон и рыбки более яркие появляются. Вон и рыбки более яркие появляются. Вон и рыбки более яркие появляются. Нагрузка уже притухает. Сейчас должно перегреться, феррит нагреться. Но вообще очень потухнуть должно. Вон и рыбки более яркие появляются. Вон и рыбки более яркие появляются. Сильно феррит перегрелся. Теперь я положу опять вентилятор. Он должен остыть. Должен опять вернуться в прежнее положение. Возвращается. Вот это как-то связано с дросселем этим. Когда нагревается, у него что-то происходит. Теперь я беру вентилятор. Ведь он потухнет. Потухнут лампы. Немножко закачиваю, чтобы он не перегрелся. О, опять так стало. Феррит перегрелся. Конденсатор не чувствуется. Там комнатная температура, можно сказать. Это феррит. Греется. Более все. Сейчас думаю. Вернуться должно. Возвращается. Стоит только добавить дроссель между. Плюс идет через дроссель и на среднюю точку. Тут конденсатор между. Стоит только добавить дроссель и шипение начинается. Если прямо подключаю, то нет никакого шипения. На затворе одного ключа подключаю на дроссель. Как видно, похоже, что это на генератор никак не влияет. Как-то сам горшок шипит, потому что на ключе не вижу, чтобы никаких перебоев не было. Не видно. Хотя не знаю. Похоже, что нет, что нестабильно работает. Может это второй ключ перебоя делает. Вот на второй ключ посадил. Вот на втором тоже не видно никаких сбоев. Вроде бы постоянно он работает. А вот и рыбки вот происходят. Здесь какие-то сбои идут. Вон дроссель горячий. Быстро нагревается сам феррит. Вот. Хоть тут и немного витков я специально сделал немного. Вот четыре витка. Он уже горячий, его держать нельзя. Включил катер. Все. Он уже начал вот так работать. Очень слабо. Вот лампы еле горят. На затворах вроде бы все нормально. Вот. Вот тут этот через прокладку и через гильзу. Вот этот транзистор. Но я его не заземлен. Просто развязала транзистор. Этот не развязан. Моферрит нагрелся и прекратились. Отлично. Вот. 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 Вот прямо подключим, нормально работает. Вот через дроссель, даже небольшой, всё не работает. Хотя тут 2,2 мкФ конденсатора стоит. Может провод слишком тонкий? Может попробую потолще? Вот такой дроссель, только 3 витка будет. Посмотрим, как он себя покажет. Сердечник тот самый. Всё равно шипит. У меня вот рыбки есть. У нас же 3 нитков хватает. Всё пропадает. Отлично. Всё пропадает. С rotкой. Всё пропадает. У нас же нет. Неожиданно. У нас же мишки будет упор. Но если он не подчиняется, asis сOnly1. не размотаю и вообще тендер вообще просто кусок проводов так добавлю вот когда кусок провода ничего не происходит все нормально работает ткачер включаю ножку ярче теперь попробую один виток через эту дроссель или полвитка я просто продену через дроссель через ферритность вот так продел вот плюс идет 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 через провод и там на среднюю точку тут конденсатор между минусом талантра динестора между плюсом 2,2 нмф но вроде мы нормально работаем качер подключаю вот этот дроссель тут какой-то очень важный он как-то что-то очень много все меняет и а а и а и и и вот покажу как остывший феррит реагирует включая лампы моргает и все это вот как бы два-три витка он еще не успел толком нагреться даже не слабо горят почему-то я посмотрю что происходил кое-что нужно было показать снаряженный был конденсатор электролитический здесь ничего не сгорел вот если его один на минус подключен тут 35 вольт 2200 микрофарад второй год вот на плюс лампы сразу возвращается к нормальному нормальную работе вот тут как бы двух микрофарад получается мало что они подключены и вот такой дроссель он уже греется вот какие-то фокусы делают теперь я хотел проверить подключить подключить по unst регламентов 28 митков какая-то непонятно но тут вроде бы нет никаких сбоев ничего тут вроде бы транзистор открывается тут закрывается не может тут открывается тут закрывается не вот тут он открывается тут закрывается вот это что-то не совсем это может что-то сбросить вот открывается закрывается дальше открывается закрывается вот добавлю тут микрофарад электролитический конденсатор что будет вот как яйца стеллограмма вот так он тут какой-то вот так вот вот так вот